Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на обзор варкапа под номером 226 Карта Stammer Rocket Cave Rocket версия Strafe Away Car... Strafe Away версии, которая называется, по-моему, либо Strafe Cave, либо просто Cave Честно говоря, не помню, не буду брать Карта относительно свежая, прошлого года маппер именно Spring Мы Spring'а все любим, все знаем Тот самый человек, который замапил для нас Hangtime И много других очень классных карт, просто под разными псевдонимами В общем-то, поехали Это у нас Rocket, у нас тут 200 ракет Появляемся мы на таком зеленом островке, который символизирует, собственно, линию старта Ну, по крайней мере, так можно предположить Мы обязательно это дело проверяем И как только мы спадаем с этого островка, начинается таймер И мы его никаким образом уже обналить не можем Так У нас есть небольшая сейвовая зона возле островка Чуть дальше мы отходим и сразу начинается таймер Spring' у нас не дурачок, он, конечно же, сделал так, чтобы можно было Вот так, допустим, стоять на островке и не зацеплять таймер Поэтому я думаю, что вот такие вот микромоменты на картах Многим мапперам можно было бы себе и забрать, собственно-то Ну, давайте посмотрим карту В общем-то, просто прыгаем-прыгаем Нигде мы здесь убиться на этой карте не можем Не самый обычный рельеф стен у нас Какие-то выступы постоянно, которые можно использовать для себя Как Димон выразился, большая трава Травинка вот у нас это просто огромнейшая Здесь вот у нас могут возникнуть первые трудности Потому что здесь не везде, по-моему, можно залететь А может и везде Да, может быть и везде Вот здесь нельзя, но это, я думаю, не критично Сразу же обращу внимание на некоторые косяки А конкретно вот тут вот Тут, видимо, буквально там на один юнит как-то торчит Я не знаю, как уж так у него вышло Видимо, не уследил И получается так, что во время рана вы можете застревать тут И ваша вся скорость будет обнуляться Даже вот эту полоску, ее видно, в принципе, вот она Так, где она? Где-то здесь застревает, да? Блин, а где это? А, ну вот она Вот она идет Ну, в общем-то, это, конечно, иногда раздражало Но на самом деле По крайней мере, с моим роутом Мне вот эта вот вещь не доставляла хлопот То есть, если у меня роут получается Я к ней вообще никак не соприкасаюсь И никак с ней не взаимодействую И мы, по идее, падаем на основную часть карты Которую бывает очень тяжело пройти чисто, хорошо И достаточно эффективно на хороший результат На полу у нас здесь постоянно везде Кроме вот этих арок травяных Будут мешать такие вот рампы Высота которым 64 То есть, в теории, мы, конечно, запрыгнуть на них можем И в ИК-3 даже можно как-то пропрыгать По ним без потери скорости Но иногда, да, если спейсинг вдруг Вот так повезет так со спейсингом Ну а в ЦПМ, естественно, их лучше вообще Никаким образом не притрагиваться к ним Потому что вы попадаете на рампу И вас просто относит Вы теряете всю скорость Такая вот огромная трава, которая смотрит в небо Можно пробовать проходить поверху Можно пробовать как-то от этих стен отстреливаться Но там, я думаю, мы увидим Великое разнообразие вариантов прохождения Которые возможны на этой карте Такая вот порезанная трава И мы выходим буквально вот Финишную прямую На которой тоже, кстати, есть косячок И тоже он на этом же сгибе А вот этот уже косячок Он на самом деле доставлял иногда хлопоты Потому что, по крайней мере, в ЦПМ Вы все равно максимально прижатые к стене идете В ИК-3 еще ладно, по идее Вы отстреливаетесь И, грубо говоря, со стеной соприкасаетесь Только во время отстрела Если хорошо, отстреливаетесь Вам вас относит, как бы, и все А здесь в ЦПМ это доставляло, конечно, хлопот Не знаю, как уж он так пропустил этот момент Но давайте посмотрим Точно так же ли на второй стороне Да, да, точно так Ну, как-то он, видимо, замапил Не знаю, как так у него вышло Вроде бы не совсем симметричная карта Поэтому На самом деле даже странно Ну, финишная прямая Символично у нас синеньким выделена зона Значит, это, естественно, финиш Видно, что намаплена, в принципе, на скорую руку Текстур не так уж и много И, как бы, детализации по сути никакой нету Но сам геймплей, конечно же, тут есть Есть разные варианты Я покажу только лишь дополнительные, так скажем Понятно, что можно, допустим, начинать Отстреливаться отсюда Потом отсюда Потом идти дальше Можно делать просто ГБ Вот так вот И сразу к этой стене Допустим, потом к этой стене и так далее Можно там и вот этой стены делать Можно и вообще в ту сторону делать, да, старт Тут уже просто, как вам Так скажем Фантазия позволит Так и делайте Но Есть Необычные варианты Один из них вы могли найти на ютубе Если вдруг интересовались этой картой Вводили ее Название на ютуб Там есть демка Рейна Который запускал, по-моему, вот куда-то туда Запускал ракету Я ее, конечно, ловить не буду Но Как вариант Он запускал туда ракету Он нашел под нее тайминг Тайминг вы сможете также из этой демки на ютубе Как бы узнать Подсмотреть, как ее лучше таймить Ну и впоследствии ловить там ее Я нашел вариант попроще Точнее, может быть, не я нашел Но я, по крайней мере, пытался так использовать Я вставал на краешек примерно И кидал вот в эту стену Тут тайминг вроде как попроще Потому что лететь она быстрее будет И словим мы ее раньше И по эффективности это вроде как лучше То есть можно словить ее вот у этой стены Я сейчас, естественно, таймить не буду Мы это все в демках посмотрим Есть третий вариант Более хардкорный Можно словить две ракеты Можно закинуть сюда И закинуть туда Куда закидывал Рейн То есть можно Даже поближе Ну нет, хотя вот так вот будет Наверное, самое то То есть можно закинуть сюда Высчитать тайминг Подпрыгнуть сюда И вот таким вот образом Примерно Словить Две ракеты И по итогу здесь Может получиться Ну очень много скорости Но Кто-то может сказать Зачем здесь так много скорости Будет А будет там около Трех с половиной тысяч Если не больше Ну если все хорошо словить Да Зачем нам так много скорости Если тут поворот Я отвечу Я не знаю Зачем нам тут столько скорости Потому что здесь поворот И Единственное что я могу сказать Этот Такие две ракеты Было бы очень круто Словить В ИКУ-3 Потому что В ИКУ-3 Вы стелитесь Грубо говоря По стенкам И вам не обязательно Контролить Этот поворот Вы можете В ИКУ-3 просто По этой стене Повернуть И все И она вас Сама дальше направит Носф тоже показывал Мне такой вариант Что можно С такими ракетами Наперед Но он как Куда-то в другое место По-моему ловил Он по-моему Кидал Или сюда же Он как-то кидал То ли сюда И туда То ли сюда И туда В общем он как-то кидал Но он не словил Естественно демку Он такую не записал Но он почти это сделал А значит это реально Поэтому Ребят Кому понравилась Эта карта Если вы задрочитесь Прямо И сделаете этот раунд То Милости прошу Отправляйте демку Я ее обязательно Где-нибудь покажу На стриме Не знаю Выложим на ютубе И так далее Потому что Две ракеты Это очень круто Ну естественно Если вы словили И поставили какой-то Какой-никакой рекорд Хотя бы А не просто словили Там и вы где-то Запоролись Давайте я просто Быстренько пройду Примерно Примерно Мой роуд Выглядел так А ну и тут еще момент Я делал вот так вот Поверху Вот пролетал Над этим Грубо говоря Мостом Над этой перекладиной И попадал И попадал И попадал Такой естественно Есть Но я хотел Все карты Все карты в руки Это 3700 В какой-то степени Отталкиваю И поэтому Здесь нужен Очень хороший контроль Именно Самого Отстрела Угла Чтобы нас Не очень Оттолкнуло Плюс контроль Самого Игрока Самого Хитбокса Игрока Чтобы Если даже Мы немножко Сильнее Оттолкнемся Чтобы успеть Немножечко Подрулить Как бы Чтобы не врезаться Это был Такой Один из основных Моментов Ну и дальше Естественно Под себяшки Там на 4000 Вот здесь были Далее Я отстреливался От этой травы На скорости И Дальше Финишировал Можно Конечно Как-то по внешней стороне Вот здесь Проходить Делать Вот здесь Допустим ГБ Об эту стену Но я посчитал Что самое быстрое Будет Ну логично Что чем ближе Тем быстрее В ику-3 Я тоже Раньше Кто помнит Когда я давным-давно Ее играл Я отстреливался Вот от этой Опять же Стены В ику-3 В этот раз Я Немножко Переизбрал Роуд И отстреливался От этой наклонной И на большой скорости Здесь Получается Либо Скимишь Либо Просто Рядом Пролетаешь И туда Дальше Просто По прямой Делаешь Рокеты И по Траектории Здесь Было Самое То Потому что В ику-3 Как мы Все знаем На большой Скорости Очень трудно Поворачивать И здесь По траектории Она почти Посередине Это Трава И можно Нормально И скорость Набирать И по траектории Выровняться А сюда Когда я стрелял Я испытывал Большие проблемы С траекторией Да Может быть По итогу Было Здесь Чуть Быстрее Как бы Именно На этой Дистанции Потому что Мы Как бы Ближе Получается Начинаем Поворачивать Но По итогу Вышло так По чекам Что Отстреливать Здесь У меня Сохраняется Намного Больше Скорости Потому что Я на этой Прямой Набираю Больше Успеваю Набрать Больше Скорости И в дальнейшем На прямой У меня Получается Еще Больше Скорости Чем Я Отстреливался Отсюда Так что Вот Ну Такая Карта Конечно Немножко Заковыристая Но Тем не менее Она Достаточно Простая Под любой Скилл Опять же Рокет Рокет Спам Я думаю Многие Были не против Популять Тем более В цпм Было Очень Очень Много Демок А именно 27 Я вот Сейчас Смотрю Ну В общем То Давайте Перейдем К веку 3 Я думаю По карте По моему Сказать Больше Нечего Единственное Я Как бы Могу Сказать Что Я ее Постарался Прям Старался Лучше Его Обе Физики Ее Зарулил Так Давайте Посмотрим Веку 3 И да Две Невалидные Демки Мы их Посмотрим Естественно В самом Конце После всех Демок Я думаю Или Нет Наверное Нет Да Ладно Вначале Вку-3 Посмотрим Разберемся Лунтик 48 9 Вку-3 Последнее Место Лунтик Перестал Стараться Братишка 666 было от ракеты и плохие ракеты на 0 у псов в молочко кошачье ну лунтик ну что такое ну дружище ну зачем движение движение это как бы хорошие но суть в том что ты не контролируешь эти движения ты как бы ты кидать кидаешь но ты же скорости не получаешь нужно работать над этим и вот эта карта тебе могла с этим помочь если бы ты ее прошел нормально и играл 35 минут многие ракеты на старте в молоко а значит можно гораздо быстрее в конце ты тоже ракеты себе не давал а значит что значит ты 30 минут простоял сука афк и пошел поратестил в карту в q3 правильно правильно идем дальше прокипоп 46 на 2 секунды быстрее на 3 почти чем лунтик о ее какие-то лаги пошли о ее это в онлайне у тебя так полагает прокипоп серьезно вот уже намного быстрее поле как-то выдержано жаль он не подумал сделать рж перед рамкой чтобы не как бы не задевать или это у меня лагает нет у меня не должно лагать а почему так лагает че за фигня ребят вас тоже лагает окей но не самый лучший конечно опять же прохождение был косяк прям жесткий с рампой который ты мог исправить которого ты мог избежать и сохранить хотя бы немножко скорости и не потерять все перед рампой сделать руки джамп и там уж как-нибудь от стен отстрелиться но как видим у тебя не получилось гимрок тебя перевел на 3 секунды практически точнее чуть больше чем 3 вот не лагает все норм и знаю что вам тебя прокипоп проклятая дем какая-то вот более выдержанные ракеты руки джамп перед рампой но практически да вот вот гораздо лучше расклад чем на рампе застопориться я уверен гимрок на этом очень много выиграл неплохие отстрелы между прочим по 200 по 300 упсов не самые лучшие но в кутре в принципе этого может быть достаточно абсолютно нисколько ему сейчас руки джамп почему-то не дал и решает вот так просто да ну неплохо неплохо хороший контроль в принципе под себя накидал скорость максимально сколько мог набрал так что прямо неплохо шри-ланка озеро а шри-ланка это где у нас такое zero это старичок какой-то по-моему ну все его где-то слышали но не знают кто это очень подозрительно вау вау под себяшки пошли ой 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 сколько скорости сохранил да очень-очень даже ничего абрам пушать зацепился все потерял но судя по всему у него не всегда получался такой роут он использовал дальнюю стену вообще чтобы просто повернуть и плохо неплохо под себяшки под себяшки под спешки да 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 почти почти видимо даже немножко было растерялся но прошел очень даже ничего очень даже ничего луганск на год хэдхантер хэдхантер поменяйте пожалуйста демонейм и ты лунтик поменяй вот вот про кипок поменял видишь а ты лунтик чё особенный что давай так хэдхантер 36 и 8 так спиной вообще ракеты дел это очень даже ничего следующий раз если продолжать интенсивную тренировку задних ракет так скажем это может оказаться даже эффективнее скорости особо не терял и вот здесь я думаю он не должен попасть на рамку нет он все могло на рамку но он делает он он уходит направо он сразу же траекторию себе подравнивает и уходит направо очень очень классный очень классный финиш очень быстро прямо все сделал прямо красавчик так я это южная азия колумба серьезно ок шри ванка колумба южная азия нифига себе ладно монстрик с большим отрывом в 5 секунд 5 и 7 перебивает хэдхантера начинает по другой стороне насколько я помню монстрику эта карта понравилась очень эффективно очень пока эффективно быстро ну блин вот эти вот рампочки вы кутри просто ну финиш 2 ракеты молоко да не самый эффективный финиш но на все дистанции он сохранял наибольшее количество скорости и вот вам результат целых 5 секунд он отжал почему бы собственно и нет так это у нас третье место между прочим монстрик поздравляю тебя красавчик забираешь себе деревянную медалечку дашь потом дочке поиграть с ней и эсид кисос они подожди смысле а вот я это было не третье место ладно четвертая деревянная медаль ладно монстрик все отдай уже дочки пусть чтоб не кричал 33 эсид кис перевел на 800 где туда получается на 700 800 на 600 насколько короче перебил от то в сынах вот так очень все быстро чую дорожка на мою похоже прям вот прям как две капли водички кроме скорости тем не менее ой 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 как прилетел вы как качество давай жми давай финиш дожимай подсебяшки делай делай подсебяшки зачем подсебяшки под себя пол тебе для чего не только прыгать уже тебе не нужен только прыгать от сын ты же понимаешь что пол можно стрелять ты стреляешь пол сзади себя ракета взрывается дает тебе бонус по скорости нанося тебе дэмодж ты же понимаешь это ты же же знаешь что же третье место варкапа на рокет рая почему-то не стрел в пол и доволен я тобой не доволен нос в коем-то веке решил поучаствовать 26 и 4 на 4 секунды практически перебил от от отцы от отцы вообще жесткий вот он закидывал нос ракета наперед а он ее да он ее в пол и типа вот здесь вот можно было вторую выставить на у него не получилось у и у и я думаю он зацеплял очень много зацепил к сожалению рампу и да это опасный роут это очень опасный роут второе место скорости достаточно много в принципе приобрел 26 и 8 это вроде как около но в топ-10 он по моему в онлайне есть но быстро быстро конечно второе место занимает нос большой-большой молодчик призы оригинальность я тебе не дам и пойдем посмотрим хорошо на 4 секунды перебил носа это естественно кто у нас я не знаю ракета наперед не закидывал звук ракет начинал делал под себя жку еще под себя жку 2 800 вес 100 вот я набирал максимальное количество скорости мог набрать за скимил итоге там стену еще и и вот так вот финишировал на плюс 300 а был и получается 23 и 1 или 22 что такое такая вот выку 3 у нас такое так и коль у нас давайте нужна этих по порядку до посуды 22 хухалл любоп не валидная демка но мы ее обязательно покажем почему она собственно не валидная почему такой результат целая минута пока мы ее смотрим можем наверное с вами поговорить так пойдем где он сделал это вот что мне интересно ладно привык к бинду плюс move up и выговорит бинду на cfg ну типа к этому короче к рж скрипту одного всем нам известного стримера астарков 2 то есть зерня что теперь делать world и стрим ну что эти могу посоветуют волю по начинай новую жизнь без скриптов и всего прочего я надеюсь что когда ты вылетишь на большой скорости даже не видно какая скорость 7000 вылетел и никуда не врезался очень класс и большой молодец что смог застрять что смог не вылетать оттуда потому что у меня даже застревать там не получалось и ну да что делать за начиная новую жизнь братишка и без всяких скриптов и так далее вот смотри я услышал что хороши ни разу не использовал скриптов вообще вот он не юзал их и все и видишь что с ним стало видишь сколько он видишь какой отрыв и что с ним стал вот бери пример брат все будет хорошо и перейдем к полноценный к цпм 31 секунда утопку россия саров это же утопку это же тот самый гений плазма джампов на карте fps против нл по моему и давайте посмотрим но реализован не весь потенциал конечно потому что как бы ракеты выстреливаются не по кулдауну грубо говоря то есть он очень много моментов пропускает но 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 сразу не будем спешить скажу но скажу но потому что по крайней мере он проходит чисто сохраняя среднюю скорость и он как бы очень вымеренно знает где стрельнуть знает чего кого видно что старался не очень хорошо но выглядит по крайней мере это нормально так 25 и вейл из россии на 6 секунд почти перебивает уже более много ракет запускает хороший был джам 2000 сохранил здесь тоже парочку ракет мог бы уместить но не получилось здесь неплохой джамп сразу подлетел чтобы а я прошу к чуду стрелу какой лишь ну и здесь три ракеточки вот вам и вуаля сохранял среднюю скорость более высокой чем утопку ну и вот вам результат буквально вот на протяжении там до 3 20 секунд грубо говоря и вот 6 секунд уже большой отрыв хантер из луганска на секунду еще перебил в его я думаю хантер сейчас нам покажет что-то так сказал как будто знаю нет на самом деле конечно не знаю откуда мне знать ребят но вот откуда мне знать подскажите откуда мне знать откуда хантуру откуда знать вот на какие кнопки у него двигаться за бинджи на вот как знать вот он он нашел все открыл конфиг читает вот так скорости конечно поменьше о ракета обрампа вот это неплохой вариант чтобы не потерять скорости рампы не использовал все рампы пропрыгал и решил почему-то к внутренней стене подойти хотя было быстрее бы уже к блин к их дальней ну слушай нормально прямо секу видно конкретно где он ее отжал эту секунду это очень очень круто access из турции на 4700 быстрее я у аксесс thank you for join hmm you lose speed after your rockets because you need to restore your your moving you need to work Субтитры делал DimaTorzok Иван Космобайкер Перевил на 1.3 Тоже Россия Я очень надеюсь, что вы понимаете, что я тебе говорю Потому что мой английский ненавидит Извините, всем Для этого Эту стену Просто космобайкер Просто космический Ему больше ничего не надо К сожалению, в конце, конечно, зацепил Но это вообще на фоне такой демки Абсолютно никак ему не помешало Быть хорошей и Нормальным Раном Но на 100 его перебил хардкор А значит, есть еще быстрее Значит, есть еще динамичнее Но быстрее Не значит, что красивее Правильно? Правильно Ракета наперед Вымеренный тайминг Подсебяшка Все рассчитываю И... Нет, не словил, к сожалению К сожалению, да Ну, я в своей демке тоже К сожалению, демку не словил Ой, это уроки Но Как будто бы не словил К сожалению Ну, неплохо, неплохо Как бы так, так скажем Проспамил Не знаю, честно говоря Не могу как-то выделить Ты, по-моему, лучшие у нас демки закидывал Может быть, времени у тебя не хватило Тяжелое ядро Либо что-то, я не знаю Булка 22,5 На соточку еще быстрее Очень много демок Как мы видим В диапазоне 22 секунд А-а-а Выкутри Кет не послал Я думаю Че так пусто Выкутри Чего-то не хватает Кет, где ты, чувак? Очень много скоростей Крутые подсебяшки 2600 С вылета С туннеля Очень классные подсебя Себяшки дают себе Дает себе по 200 псов Просто Он говорит Че ваши стены Стены для лохов Эти Пусть лунтики по стенам Стреляют всякие геймроки Я Как истинная вилочка Как просто Тру пацан Буду стрелять под себяшками И давайте посмотрим На геймрока Который все-таки Обогнал Вилку Булка На 70 буквально А это значит Что православные стены Храма Крепчают И подсебяшки Нужно комбинировать Умело С Выстрелами Об стены Что собственно Нам и демонстрирует Уважаемый Геймрок И очень классные Подсебяшки На самом деле Блин я И вот Они насмотрятся Стримов короче И потом Демки вот такие Вот шалют Вот Вот в конце Эффективнее об стену Все-таки Потому что это ЦПМ И вы Можете приливать К стене Понятно Я понимаю Что многие избегали Этой стены Потому что там Можно врезаться Но Вы же знаете Где это место Почему бы вам Не отстрелиться Разочек Или хотя бы Два раза Но при этом Иметь больше скорости Зачем подсебяшками Себя кормить Если так можно выразиться Ну в общем Старайтесь лучше А демка очень классная Геймрок Реально красава Подсебяшки Прямо Ну такие вот Подсебяшки хорошие Очень радует глаз По крайней мере Мой точно Сенат перебил его На 200 Так Подсебяшки Подсебяшки пошли Внутри Откуда Что за мода пошла Откуда они Подсебяшки делают Димон Объясни Что за фигня Они вообще Не хотят стены Юзы Где они Подсебяшки Теперь делают Сейчас он Тупо по прямой Подсебяшки Закидает Что Что вы делаете Откуда Это в вас Почему Почему вы Делаете Подсебяшки Алло Очень круто Сенат Учитывая Зная как бы Твой стаж Это очень крутая демка Так что Давай не расслабляйся Все окей Все круто 22.2 Перебил Нермар Буквально На немножко Сената Нермар Эту карту Играл Почему Потому что Здесь есть Трава Правильно И давайте Давайте посмотрим Подсебяшки Не прошла Ракеты Очень даже Неплохие Очень даже Неплохо Неплохо Так Подстрелы стены Не самые хорошие Подсебяшки Опять же Не прошла Залогнился Так как Шел на плюс Потому что Играем Мы уже 416 минут И занимает Он Место 64 Из 137 137 Делим На 2 Получаем 60 8,5 Да? Правильно Посчитал? 68 Ну грубо говоря Да? А это значит Что Нермар Лучше Чем половина Из тех То есть Он в лучшей 50% Населения Этой карты Так скажем Ну обидно Что некоторые Подсебяшки Конечно Не прошли А так В целом Демка Тоже чистая Тоже Приятно Смотреть Большой Больше Молодец Avenger Avenger На 400 Перебил Нермара Давайте посмотрим Ну а Троди Возможно Уроди Не было Времени Но Троди Конечно Ожидалось Что-то Получше К сожалению Сервер Тайм 98 Минут Так Очень Впечатляющее Начало Использовал Вот как раз Эту рампу Как стену Я имею ввиду Он его использовал Максимальное количество стен Использует К сожалению Зацепил рампу Мог еще В это время Тут даже Влияет Демка Хорошая Но тут Влияет Не столько То что вы потеряли Скорость На этой рампе Сколько То что вы Подлетели И вы ничего Не можете С собой сделать Вы можете Попробовать Вилять к стене Какой-то Там к траве Вот этой Которая растет Да Об нее Как-то отстрелиться Но вы теряете На этом тоже время Если бы не эта рампа Вы бы могли Просто допустим Под себяшками Как-то Либо Ну все равно Отстреливаться от пола Есть вариант И набирать скорость На этом промежутке А если вы зацепили рампу Вы подлетаете Вы ничего не можете сделать Это очень негативно Сказывается на вашем тайме Прямо Реально негативно 21 на 4 Лунтик 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 Лунтайск Лунтик Лунтик Хохланд Вот это все Перебил Родина 400 Давайте посмотрим Горло Очень пересыхает Сегодня Так 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 У тебяшка В никуда Так На 200 Так Рампа Хорошо Хороший Буржан 2400 Так Еще 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 Рож Ж Сделал Видел Что попадает на рапу Сделал Ух Ух Вот видите Как Насколько разница Он сделал Ж Да Они ему не дали скорости И моя теория Как бы сейчас В случае Лунтика Немножко топит Сама себя Но Он Он сохранял По крайней мере Он не попал на рампу Он сохранял 300 А не 2900 И вот эти вот На этой дистанции Даже на небольшой 400 Ему дали То есть Если бы Роди Перепрошел Разочек Еще Еще бы постарался Чуть получше Возможно Рокетраны Конечно Не его Мы все знаем Что Роди Это бешеный Вообще Комбаранер И он Очень жестко Может катать Может быть Рокетран Рокет Это конечно Не его Но тем не менее Такая вот разница У нас получилась Азерол 21.3 Из Шри-Ланки Ты в натуре Из Шри-Ланки Или Шри-Лан Какая правильная Офигеть О там Хард щит играет Смотри Опа Куда кинул Сам-то видишь В рампу Правда Она ему почти Не дала Ничего Но Блин Это Хорошая попытка Что Что Какие-то Лагерки Это Видимо Сервер Так Лагерки Или он Робот Что С ним Он Вес Весп Это вроде Не у меня Лагает Я запись Периодически Посматриваю Поверяю Ну ладно До сих пор Отличные Две ракеты Очень хорошо На 200 Ну примерно Практику Попа Окей Сол О, мой Господи Практику Практика Практику Практика Практику Пр__ Попа Да 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 Куда Чегоeren Мно Звидел Я думаю Что . Она аргий Can Кίν Ав acabou But this demo Is okay And You need just Try to Isolate yourself From Some ramps Because when you fly You can't do Anything So Yeah Demo is okay But try better Try really Better And CT Habib On 400 per view Yo CT Thank you for sub What sub Thank you for sub Nice rockets Really nice rockets Oh what Nice route Yeah And Under rockets Yeah Oh One rocket Is empty Why Shit Almost You If you If you Shoot That rocket At wall You can beat Take 35 5 Man I don't know But In general Rocket skills Really smooth Really Really good Really good Yeah Okay Take 5 What's C3 Wow Backwards Gb Неплохо Неплохо Под себяшки Ничего Такие 2 800 Как я пророческий А так 2 800 Сказал Когда у него 2 700 Под себяшки Ничего Такие Но Блин Можно же Было Лучше Ну Можно Можно Ж Лучше И давайте Посмотрим На Хухал Нактора 22 Рандомный Оп Я сейчас Сразу Покажу Где он Словил Мы Конечно Эту Демку Покажем Замедляем И вот Здесь Опа Он прыгнул На рампе Не потерял Абсолютно Нисколько Скорости И Продолжил Дальше Как бы Рампа его По сути Не подкинула И скорость У него Не забрала Под себяшки Очень даже Ничего И в целом Пройдено Это круто Пройдено Круто Но Очень жаль Реально Очень жаль Что вот так Вышло Собом Поэтому Ребят Реально Присылайте По несколько Демок Вот вы сделали Лучшую Да Вот как Хухала Вот он сделал Лучшую Демку 22 Вот у вас Есть там 23 Не знаю 24 Какие то Рядом Демки С таймами Которые Рядом С вашим Лучшим Пришлите Отошлите Их тоже Потому что Если вот такой Косяк Где-то Встретится То У нас Нету Выбора Мы Работаем Не мы Таим Валидаторы Валидация Работает По правилам У нас Никаких Исключений Нету Если вы Словили Рандомный Оп Значит Эта Демка Невалидная В этом Случа Был Рандомный Оп Об Рампу Тут Конечно Косяк В том Что Хухала Не Использовал Команду Def Оп Kill Ops 1 Пишется Она Вот так Кому Интересно Def Оп Нажимаем Tab И сразу Видно Kill Ops 0 Пишем Kill Ops 1 Нужно Будет Написать Потом Вид Рестарт Через Стап Опять же И все Либо играть На сервере Без обувь Но Со следующего Варкапа Я сразу Так Спойлерну У нас Будет Введено Правило Из-за Вот этого Случа В том числе Будут Приниматься Демки Только со Значением Def Kill Ops 1 Все Больше Демки Приниматься Не будут Чтобы Не было Таких Случа Невалидности В дальнейшем Мы также Планируем Запретить Рокет Потому что Узать РЖ Скрипты Нельзя Поехали Дальше По-моему Где-то Было Вот Линки Линки From Денмарка Да Это Твоя первая Демки Для Эти Варкап Для Все Варкап Так Я надеюсь До встречи В следующей Вдруг Да Очень хорошие Рокеты Вдруг Окей Second Two And This Two Доброкет That wall And Yeah Nice Oh One Is empty But Yeah Yeah Nice Nice It's 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 Really Okay You Have Really You Have Yeah I Can See You Have Really Really Good Experience In Beef Rock At least Maybe You Have Some Strongest Sides Of Your Skill But Rocket Looks Like You Really Good Man But Just Maybe A Long Time Not Playing Or Something So You're Moving Really Smooth And It's Glide To My Eyes As Rocket Mother Of Rocket You Know So I Think If You Will Playing A Bit More I Think You Can Do Sub 20 So I Hope I Can See You Next At Next Warcup Next Strafe I Can Give You Maybe More Some Recommendations Or Something Okay Anyway Thank you For joining 3-300 Почти Вот Вот Он Чтобы Не Врезаться Он Даже Скорость Ему Пришлось Там Потерять Но И К сожалению На Рамбу Попал Ну Блин Вот Этот Момент У Него На Сам Деле Вот Если Не Вот Этот Момент Он 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 Сделал Я Не Зам Он Бы Я Не Знаю Кто Это 19 Дед Вуди Абуз Абуз Это Фростахэш Что А Не 19 А Это Хустовары Чувак Смени ДМ Смени Смени ДФ Нейм Смотри ДФ Нейм Пишешь И Вот Тебе Вот Это Значение Надо А Нет Подожди А Как Напишется ДФ Заходишь В Дефрак Сетап Нажимаешь В Демос Деф Нейм Да А Ну Да Да Нет Да Все Правильно Все Деф Нейм Пишешь И пишешь Тут Допустим Поз Товары Все Вот так Нажимаешь Enter У тебя Будет Твой Ник Братан В общем Кипиш Не знаю Надо было Перепройти Без этой Рампы Хотя бы Я понимаю Что ты там Потерял скорость Чтобы никуда Не врезаться Но Вот эта Рампа То что ты подлетел Это конечно Очень пагубно Сказалось На твоем тайме Поэтому давайте дальше 19.3 На 700 Форастахе Илюшка Давно тоже тебя не было видно Перебил Кипиша Сгб На этим Варкап Он просто чисто Прошел И Смотри Какой Результат Ну Типа Не то Чтобы Не нужно Стараться И будет Лучше Нужно Стараться Но нужно Типа Вот он Видел Что Может Допустим На рампу Попасть Он Хоп Взял Полевее Немножко И обогнул Ее Зато Да Может быть Немножко На этом Потерял Но Он Не попал На рампу Не подлетел И в итоге Переобрел Больше скорости И сохранил Больше скорости А так работает Андет Вудик 19.1 Ой Скатился Дятел Пиздарики Хост Товары То что ты Демона им Не поменял Ладно Это самое Так Неплохие Ракеты На самом деле 2.700 2.800 Здесь Об рампу Подсебяшка Ой Какие Роуты Пошли Ребят Какие Роуты И 600 Да ладно Что за Откуда Откуда Набрались Блин Вот эти Вот Че Будете У меня Стрейф Дрочить Теперь Пожизненно Ишь Подсебяшки Они делают Вообще Офигели Уже Типа Это Комплименты Я так Раздаю Ну реально Это круто Это очень Это Очень Круто Видеть Потому что Я встречал Очень много Людей Которую О Научу Подсебяшки Берешь И кидаешь Все Больше Ничего Не надо Примерно Понимаешь Как Под каким Углом В какое Время Все Эйсит Нет Нуб Нет Ты Нуб 18 6 На 500 На 5 Хаточку Просто Пятерик Вырвал О Фокс играл Неплохо Хопа Хопа Да Задный ГБ Очень Классно Смотрится Но К сожалению Не всегда Эффективен Ну Точнее Можно Сделать Его Более Эффективным Но Не в Этом Случа 2800 3200 Здесь Отстрелился Отстенит 3500 Подсебяшка 80 Тупсов Дала Но Другая Подсебяшка Дала Еще 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 Да Очень Очень Хорошо Очень Быстро Пошел Вот Кстати ЦП Один из Немногих Кто Ругался На На Вот Эти Вот Застреваки В стене В которых Можно Застрять Так Что Да Эйсид Перевел На Сотку ЦП Давай Ацид Влайдик 18 Годиков Так 2200 2600 Подсебяшка На 200 Еще Подсебяшка На 2900 Отлично С рампой Вообще Получается Скорость Не потерял Вышел 0 Еще Отлично 3600 3700 4 Ай В молоко 4200 Могло быть И здесь Пятерик Почти Ну Блин Ну Слушайте Ну контроль Очень даже Неплохой Контроль Контроль Х Х Р Ш Контроль Хорош Рокеты Тоже Отличные На Сотку Перебил Тебя Торнер Ацид Ну Блин Реально Дэмки Классные Мне Нравятся Нету Даже Не за Чем Поругать Вас Так У Торнера Подсебяшки Естественно Более Четки Аптур Рампу Дел Подсебяшку Ой Ой Кироты Опасные Опасные Ну И Просто Четненько Повернул Хотел Еще Выкинуть Но Передумал И Вот Пинг Пинг Он Типа Повернулся Выстрел Она Типа Вылетела Только Потом Через Секунду Ну Тоже Тоже Очень Быстро Пошел Очень Качественно Это Выглядит И Но И Карус Перебил Торнера Что На 40 А Торнер Стареет А Милки Высчет Так А где Он его Перебил Интересно Ой Какой род Интересный Тут Надо Разобраться На самом деле Еще Подсвяжка А и В молоко Там Второй Раз Мы Видим Подсвяжку На том же Самом Месте Которая Летит В молоко Очень Интересно Нет Надолго Царь Бомба А что Уже Все А где 17 Секунд Демки Что Расслабились Бин 22 Посмотрите Сколько Демок 22 В 22 Секундах Блин Раз Два Три Четыре Пять Вышел Космвайкер По космосу Погулять Блин 5 демок 22 3 В 20 Секундах Про кипоп Ладно Тут 1 21 Круто Будет 19 1 18 2 3 Демки 17 1 Демка Почему То Все Ну Ладно Царь Бомба Он же Пус Он же Он Неймит Он же Вот Эти Все Пуси Эти Вятские Карапузы Круизы Плюзы Флюзы И так далее Так Интересный Роуд Себяшка На 3 К сожалению Не перелетел Рампу Было бы неплохо Эту рампу Перелетать 3 700 4 Нет 3 900 К сожалению 4 200 Попал Он попал По этой траве Как я стрелял И 4 800 Вообще 5 100 В конце Догнал И вот Вот это Вот это Жилка То что Ты знаешь Ты знаешь Что ты Типа Вот он Финиш И у тебя Ракета Получается Перед самым Финишем Но ты Сука Ее Стрельнешь Потому что Ты выжимаешь Максимум Из своего Рана Вот она Вот это Вот Вот это Жилка Победителя Которая Занимает Кстати говоря Второе место Икарус занял Третье Икарус Я тебя Поздравляю От всей души Нет Опус Просто Красава Жаль Чуть-чуть Не добил По моему У тебя Были еще Плюсы Ты просто Ругался Что их Не донес И получается Что первое место Занимает Опять Какой-то Хардж Давайте Посмотрим Здесь я запускал Рокет наперед Но словил ее Буквально на 100 Псов По моему Ну да Примерно Там 3 400 На 3 100 Поворот Вот я здесь Зафкапил Получил меньше Скорости 4 200 У меня было Но попал Там по рампе Еще Неплохую подсвяжку Сделал В итоге 5 500 Почти На финише И сделал 16 И 3 И Хокс Там как раз Он финишировал Да Такие вот демки Я не знаю Стоит ли смотреть В таймскеле Я думаю Что необходимости Нету Потому что Ничего такого Прям Ну типа Я не знаю Ну-ка Вот быстро Мне скажите Маскаль Скажи Надо в таймскеле Посмотреть их Или нет Ладно Давай Делаем Таймскель На 5 Давайте посмотрим Давайте посмотрим Я старался Давайте Дядю Вуди Хоть Дайте хоть Эго свое Потешить Немножечко Так 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 1600 Подсвяжка Стрельчики Блин Это Повороты Вот эти Это даже В таймскеле Выглядит Быстро Да Как я Показывается По стенам Стрель Я Я-то Не замечаю Где-то Че И вот Вот здесь Момент Классный Конечно Стрельцами Подсвяжка Он вообще Почти Никогда Не получался Нормально А тут Получился И вы Гудри По-другому Подсвяжки Кидаются Их Очень опасно Кидать Поэтому Я кидал Именно В Эту Именно В Пол И здесь А получается Я Один Рокет Промахнулся Да Ладно Первый Рокет Об стену Я Не попал В пол Ну да Но Пошел Целым Неплохо Окей И ЦП Сейчас Как раз Мы увидим Сколько Скорости Получился Этой Ракеты Ну 200 200 упсов Я на 2-300 Отшлился И 2-500 Получил На 2-500 Там можно и бизать Ракеты Выбивать То есть Эта ракета Юзлес По сути Здесь Если мы Эту ракету Ловим Очень хорошо Мы получаем Около 3000 Скорости Далее Мы стреляем Ракетой И у нас 3-200 В стене И до Основной Рампы Нам Тупо Придется Прыгать Короче Ну там Такое С этой Ракетой Ну кто Стримы Смотрел Там Видел Там Очень Много Файлов С этой Ракеты Когда Ее Ловишь Нормально Такие Вот Демки Всем Спасибо За Участие Давайте Пройдем В Бровзер Я Р表 Рел 자� Реали Реали Нормально И Ра Ра Нормально Ра 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 С Ра Редак Ра 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 Для всех фраггеров и для всех, кто не может просто попробовать Или попалиниус, это прямо жестко И сейчас идет Варкап С экстрой Руинат прайд Это стрейфик, очень старенький Очень даже ничего, такой хороший стрейфик А здесь у нас На экстре R7 Trilogy Реф, стало быть Реверс, стало быть, можете найти Это все, опять же, на ютубе Уже понаписали Ну вот, лунтик уже готов 10 часов А Rust, кстати, кто не в курсе, Rust Я не помню, кто мне говорил Но кто-то мне Точно, кто-то может носик говорил Кто-то говорил, в общем, что Rust Это вообще, оказывается, он работает В натуре левел-дизайнером И поэтому у него такие все карты Крутые, по сути У него очень много классных карт Поэтому, кому вдруг на засуге скучно У него очень много карт Можете просто вот так вот Его карту открыть Нажать Rust 7 И увидеть, что у него По крайней мере Либо он, либо Как отм... А не, это автор же По автору же мы ищем 538 результатов, ребят Это просто офигеть Просто офигеть Поэтому У него очень много классных карт У него чуть ли не на каждого игрока По-моему, есть какие-то карты Вот на рандомную страничку вылазим Индер Сразу, да? Читы, маки, сплинг, бас Просто Соно, по-моему, тоже был такой Или нет? А, не это Для ксанотиков Ой, фу Пока не заразился, надо закрыть Также вышли Вышло два новых мувика Хейтристалл и Станерс Обязательно их посмотрите Очень классные там Очень классные триксы Прямо жесткие триксы Мы вчера их посмотрели на стриме Но, я думаю, многие не видели Поэтому обязательно оцените Ну и на этом, собственно, все Участвуйте обязательно в варкапах Можете, не знаю, для саморазвития Забить на основной варкап И отправить просто на экстру На экстру отправлять не обязательно Если вдруг кто не знал Можно просто это за бонусный рейтинг Ну и так для себя Ну и в общем-то все, ребят Всем спасибо Всем всего доброго Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok